здравствуйте это доктор вивек семена лена очень полезны мы все знаем много людей говорят я тоже говорю полезны на это видео я вам скажу кому нельзя кому можно какое время года лучше дозировка как надо принимать все на это видео я вам скажу может быть будет новая и полезная информация для вас давайте начинаем самые первые кому нельзя если есть аллергии если бывает бурление газы если принимали и есть газы бурление дискомфорт нельзя беремене без консультации врач не принимаете если беспокоит щитовидка концентрируйте свой врач только после это принимаете но много раз так было что люди говори это повышает ваша эстраген не так факт что это балансирует ваша эстроген особая если成чина принимает это на первые фазы менструальный секре если женщинам выше эстраген на первой фазы менструальный секре если они будет принимать семена дина это будет балансирует снизить а если ниже есть это будет нормализовать так что possibil на женский рвет и строган не увеличил Второе есть, что если кому-то беспокоит калестерин, не принимайте. Даже я рекомендую, если есть любая проблема от калестерина, ни нормы, выше нормы, ниже нормы, принимайте, семина лина будет помогать. Теперь время года, когда лучше. Если температура меньше, чем 10 градусов, принимайте полезные вещи. На эту температуру, любое время принимайте, будет короче эффект. Но если больше, чем это, тогда вам надо уменьшать вашу дозировку. Например, вы так принимали 1 чайная ложка, а когда тепло, тогда принимайте пол чайной ложки. И все, вот так можно принимать. А теперь, что есть на этом? Если посмотрим 1 столовая ложка семина лина, там есть 55 калорий, почти 4 грамма там есть жир, 3 грамма есть там углеводы, почти 3 грамма есть там клетчатки тоже. И 2 грамма там есть белок, это и есть. Но важное здесь клетчатки. Клетчатки, которые есть на семина лина, это нам помогает на пищеварение, запоры, если бывает, нехороший работает кишечник. На этом все семина лина очень полезны. Даже работает немножко как на запоры. Даже если бывает запоры, семина лина хорошая будет помогать. Так что, если хотите кишечник работать хорошая, запоры, это все проблема не было, принимайте семина лина. Но очень важно, что семина лина любят воду, они держат воду. Так что, если вы принимаете семина лина, вам чуть больше воду надо пить. Потому что, если не будете, это хороший эффект на пищеварение, вы не будете чувствовать. Если хотите, что он помогал вам на вашей кишечнике, вам чуть больше воду надо пить, чтобы все работа была хорошая. Потому что они будут держать, а если воду меньше, но воду там нету, они что будут держать? Даже может отдать побочный эффект. Так что, воду чуть больше пейте во время, когда вы едите семина лина. Второй важный момент, что семина лина просто не принимайте. Принимайте чего-то, где есть немножко жир. Это, например, молоко, это ваши супы, либо что-то вы готовите, и там есть немножко масла, на маслом готовили. Ну, вы поняли смысл, что просто не принимайте, чего-то принимайте, или после этого едите немножко жир. Это как сыр, кусочки сыра можно. Вот так лучше будет. И просто семина лина не едите. Но там есть фитиновая кислота, это не полезно для льна. Так что это надо убирать. Как мы можем убирать фитиновую кислоту с этой семиной линой? Очень просто. Просто прорастите свои семина лина, и это будет убирать фитиновая кислота. Или просто берите семина лина и немножко жарите без масла. Просто жарите и всё. Теперь это совсем полезно. Можно принимать. Ещё рекомендую, не просто семина лина куда-то добавляйте, лучше рассмольтите, получите порошок семина лина. Порошок наш организм хороший выпитает и больше эффект будет отдать. Так что принимайте порошки в форме. Сколько порошок начинайте с пол чайной ложки, не сразу одна чайная ложка, начинайте пол чайной ложки один раз в день, 3-4 день принимайте. Если всё хорошо, тогда пол чайной ложки два раза в день начинаете принимать. Это тоже несколько дней принимайте. Нормально? Потом одна чайная ложка два раза в день. Так потихонечку увеличивайте и знайте своя дозировка. Но важно, не должно быть больше 2 столовые ложки за день. 2 столовые ложки это уже край. Я рекомендую, не принимайте больше, чем одна чайная ложка два раза в день. Это получается 2 чайной ложки за день. Всё, это достаточно. Это не будет меньше, это не будет больше. Так что начинайте это принимать, но сразу не ходите на одна чайная ложка, начинайте с пол чайной ложки. И почувствуйте эффект, и так увеличивайте потихонечку дозировку. А порошок как долго можно держать? Порошок не держите больше, чем 10 дней. Вот так, как свежий, так лучше, но не больше 10 дней. Можно сохранять на холодильник тоже. Или на комнатной температуре можно тоже сохранять, но не больше, чем 10 дней. Вот так можно им пользоваться семена льна. Даже вы можете готовить гель, как бывает элливера гель, но много людей бывает реакция гель-аллой. Вы можете получить гель из этого семена льна. Как? Просто берите 1 столовая ложка семена льна на 1 стакан воду, кипятите это, и через 5-7 минут посмотрите, вы будете чувствовать, что уже там как гель-консистенция есть. Просто оставайте, и вы будете видеть, что семена льна вместе из много гел там есть. Фильтруйте этот гель, это не будет просто, потому что это прям густой гель. И у вас есть этот гель из семена льна. Можете и пользоваться на лице, на волосы, очень полезные вещи. Когда-то скажу вам на другое видео, по этому полезному эффекту из этого гель. Так что это все есть по семена льна. Надеюсь, эта информация будет полезна для вас и ваших близких. Любайте больше, не болейте, будьте здоровы!